Вот эта черепаха притащила, я, вы знаете, в 78-м году была, а в 79-м вот мы, благодаря, конечно же, конечно же, благодаря Владимиру Санычу, мы получаем квартиру. Я сдаю свою комнату, и мы получаем квартиру на Таганке. То есть я по Москве совершила круг такой. Я родилась на крестьянской заставе в Москве, вот. Потом, значит, мы жили вот на шоссе энтузиастов у Голозавода Войтовича, потому что мои родители сначала там работали. А потом, значит, мы переехали на проспект Вернадского метроуниверситета, третий дом, дом 13. Оттуда мы переехали на Большую Садовую. С родителями это я все ездила. Значит, на Большую Садовую после Пекина, дом 3, корпус Б, следующий дом. Там, значит, мы жили. Потом, когда я вышла первый раз замуж, чтобы родители Толи и Грушина получили квартиру, я переехала, прописалась к ним в квартиру на набережную Тараса-Шевченко, дом номер 5. Все помните. А как же. Вот. А оттуда, когда мы с ним развелись, мы, значит, это самое, вот, разъехались. Я на проспект Мира, дом обуви уехала, а он не знаю куда. Я даже не знаю, жив он, не жив. Да? Абсолютно. Вот. А вот оттуда потом, так как мы жили в коммуналке, и был такой случай, что когда к нам приехали в гости Владимира Александровича и Галина Николаевна, ну, я готовилась, конечно, все. А соседи у нас были Катя и Серафим, которые хорошо принимали. Когда была пьяная Сима, Катя его била. Когда Катя пила, Сима ее бил. Ну, весело. Жили весело. В кавычках, конечно. Ну, вот, они приезжают, значит, как-то к нам в гости. Звонят в дверь, я открываю, а Сима вот так вот поперек входа лежит. Папа так входит, говорит, что это? Я говорю, перешагивайте, перешагивайте. Проходите, проходите. Он-то перешагнул, а Галина Николаевна, она такая была, ну, пухленькая. Крупулентная, да. Да, да. А она не может перешагнуть. Я говорю, сейчас я за ноги оттащила. Он прошел. Она села в кресло там у нас в комнате. Ой, ой, как же они живут. Отец, ой, все девки, все девки. И Андрей живет в хорошем. А это, ой. Он говорит, дочка, ну добивайся. Я говорю, я добиваюсь. Я говорю, что толку-то. Я говорю, я уже заявление подала там на квартиру. Ну, какая у нас квартира? Никто нам не давал никаких квартир на телевидении. Тем более, потому что я проработала там сколько? Нет, 72-го. Пять лет точно проработала. Уже шестой год шел. Но не в этом суть. Кто у меня даст квартиру? Вы что? Там люди больше работали. В общем, нет, это мы уже с Вовкой вместе были. Ну, лет, наверное, может быть, лет 12 проработала. Уж не помню. Но не в этом суть, опять же. Значит, ну, Галина Николаевна надавила. Я, Владимир Александрович, подумал, свои связи, а он уже был в райской группе, он свои связи поднял там своих бывших подчиненных. И я сдаю эту комнату свою в обмен на... Получаете квартиру? Получаем квартиру. Трехкомнатная. 39 метров. Ну, к советским временам. Ну, нормально же. Мы были самые счастливые. Конечно. А вы говорите, завидовать нечего. Конечно. Это же, как мои все друзья говорили. Ну, говорит, на квартире Татьяны нужно ставить вилку с ложкой. Потому что всегда, говорит, примет, всегда накормит. А мне всегда должно быть было бы первое. Обязательно. Я очень люблю до сих пор. Мама приучила. А потом, ну что, денег-то не было. Почему-то особых-то? Денег не было. Но было так называемое качество жизни. Согласитесь. Жили легко и хорошо, несмотря на тяжелые обстоятельства. Биографии ваши, про которые мы сегодня не будем говорить. Нет, что значит легко мы жили? Мы жили как раз нелегко. Я работала все время. И у меня отпуск... Ну, какая? Ну, какая работа? Какая? Я люблю до сих пор свою работу. Вот я про это не говорю. Я вам сейчас еще раз расскажу. Вот иногда бывает такой момент наступает. Ну, видимо, у каждого депрессуха называется. Да. И вот я тоже сижу. Особенно, если какой-нибудь там фильм посмотрю. Там будет про любовь. Там еще там. Я вот сижу, начинаются слезы у меня, лица. Ой, какая я бедная, несчастная. А, одинокая. Может, у меня в умерок. Да, да. Ой-ой-ой. Ай-ой-ой. Вот мне все так плохо. Я одна. Пожалеть меня некому. Потом так думаю. Таня, остановись. Ты счастливый человек. Ты что? Одинокая она. Ты три раза была официально замужем. Ну, и там еще были гражданские. Ну, понятное дело. А у некоторых вообще ни одного. Как в том анекдоте. Помните, да? Когда сидит мужик, ловит рыбу. Погнал золотую рыбку. Она говорит, отпусти меня. Я исполню любое твое желание. Он говорит, я хочу. Я хочу. Я хочу, чтобы у меня все было. Она говорит, хорошо. У тебя все было. Вот у меня все было. Татьяна Александровна, у вас черепаха, у нас рыбка золотая, которая исполняет, как говорят, желание. Вы можете к ней обратиться? Ну, и рыбка золотая. Ты знаешь что? Вот если бы раньше, по молодости, я мечтала, чтобы у меня был Мерседес Вишневый. Безумно мечтала. Сейчас я об этом уже не мечтаю. Тоже такая дурацкая. У меня мечта есть. Но я ее пока говорить не буду. А вдруг не исполнится. Я мечтаю, чтобы мои дети, мои внуки были счастливы. Я мечтаю, чтобы я ходила. Потому что в последнее время что-то как-то не очень ходится. Я мечтаю, ну, конечно, чтобы был мир. Вот это самое сейчас, мне кажется, у всех матерей, у всех отцов, вообще у всех людей во всем мире, особенно у нас в стране, это единственная мечта, чтобы поскорее все это закончилось. Я это говорю без юмора, без пафоса. Я это так понимаю тех матерей, которые теряют своих детей. Я их очень понимаю. Поэтому, ну, Рыбка, вот я Господа Бога прошу каждый день, ну, пожалуйста, пожалуйста, сделай так, чтобы все это закончилось. Чтобы, ну, наконец, чтобы они мозгами там с вами пошевелили и, ну, кончилось. Действительно, говорю, без пафоса все это говорю. Это самая большая мечта.